девочки всем привет мы находимся в нашем магазине winners или это аналог американского магазина tg max как вы видите здесь целая куча всего-всего много-много верхней одежды типа тулупчиков настоящих и не очень и мы с вами будем что-то примерять я видел очень много кожаных симпатичных пальто курток вот шуба практически ребека минков это кстати наш канадский дизайн 150 долларов она стоит с капюшоном а дать прям сразу и померим очень симпатичная вещь прям выглядит как будто бы настоящий мех ну конечно это искусственно такая тоненькая легкая на поясе давайте начнем с нее что уж выглядит она так себе несмотря на то что дорогой дизайн вернее дорогой бренд канадский стоит она 150 долларов самом как бы ребека минков она бы стоила долларов на 250 если честно мне она не нравится мне я конечно одеты сегодня босоножки с любой шубой или пальто это будет выглядеть смешно но тем не менее в общем так себе не очень мне что-то она не очень нравится как это вид у нее дешевый видите вот здесь вот шов который должен выглядеть вот так вот так он как-то некрасиво выворачивается в общем короче не так это выглядит немножко лучше это такой бренд называется баг для мишка смешное название но это довольно дорогая компания вот она стоит 130 долларов опять же здесь это магазин стоковать но она смотрите как хорошо сделан искусственный мех здесь такая кожаная но под кожу какая-то такая отделка такая на лохматенькая не намного больше нравится чем первое удобно зеркало так плохо меня видно давайте вот так вот вам покажу ну симпатичная шубка еще раз 129 долларов 130 это разные large но она мне в принципе не мы очень большая если считать что это как бы надета на мне на тонкую рубашку она должна надеваться на свитер вот так называется бренд размер large видите баткли мишка мишка это по моему властные ну фамилия отличие от нашего представления вот того же самого бренда есть еще вот такой вот вот такая шуба тоже симпатичная сколько она тоже нам 120 а это стоит 150 это немножко дороже чем зеленый вот кстати зеленая была размере medium я чуть не заметила и схватила мерить размере large мне кажется что мне было хорошо значит если я сейчас найду размер так есть смол есть large и экстра смол и экстра смол и смол я наверно померю large потому что смол наверное все таки как для шубы не будет не очень давай так вот это мне тоже нравится она так аккуратненько хорошо скроена это размер large она не очень большая очень симпатичный мех ну мех искусственный конечно карманчики две такие пуговицы вот такой воротничок и стоит она 150 и не нужна шуба девочки меня есть полно шуб всяких я просто примеряю для вас чтобы вам показать и вообще не нужно никаких пальто но мы сейчас посмотрим здесь пальто пуховики что у них еще есть но вот это вот неплохая довольно неплохая шубка очень симпатично смотрите искусственная кожзамовое пальто с мехом тоже искусственным вы знаете она очень прикольно стильная красивая и у него такой как будто такая блестящая кожа лакированная и вот такие прикольные манжеты и воротник вы знаете симпатично я должна сказать что это тоже размер large стоит он 100 долларов выглядит совсем неплохо я бы сказала что выглядит перевернула эту поясню неважно я бы сказала что выглядит даже очень стильно и дорого но во всяком случае не так дешево как могу могло бы казаться может выглядеть лаковое кожа на пальто она тоненькая совсем это плащ единственно что вот это меха с него не снимаются и это жаль потому что вот если бы их можно было стигнуть мне кажется было бы лучше мне правда реально очень нравится он очень очень сильно симпатично выглядит по-моему смотрите видите он стоит стольник и вот это вот его бренд размер large что-то сделано в китае конечно это как вот канадский бренд и все но я вам хочу сказать что вот под ним же рядом висит из натуральной кожи за 150 он конечно просто выглядит как пиджак вот это прямо пальто пальто а это вот натуральная кожа это вот этот вот известный бренд у нас в канаде продается вот именно кожаный бренд вот этой вот именно натуральной кожи видите здесь еще висит вот эта штучка чтобы вы не перепутали они здесь разных цветов я сейчас примерю его мне кажется это видео может быть у меня маловат но это очень симпатичный из натуральной кожи жакет и он стоит 150 а вот это вот стоит сотню до или вот этот плащ тут два плаща есть такой коричневый и мордовый и оба они из курзама и стоят они тоже по 100 долларов ну это как бы не плащ это как бы жакет пиджак но тем не менее это натуральная кожа давайте вы померите знаете medium не маловат этикетка сейчас я заправлю чтобы красиво он ну я могу его на себе застегнуть хотя в принципе но он мне видите вот здесь вот тянет немножко наверно мне надо было бы ларч потому что но я боюсь что ларч мне был бы для и были бы длинны рукава потому что здесь рукава нормальные в ларч рукава были бы длиннее усадить какой симпатичный жакет из натуральной кожи стоит вот 149 19 9 такой неплохой очень неплохо они разница цветов есть я сейчас посмотрю еще есть какие фасоны цвета что этим еще смотрите здесь их много я нашла кстати вот такой же по моему это размер на аршесе проверим у нас просто этикетками про но это экстра вообще значит есть вот такой вот длинная прямо пальто из натуральной кожи размер смол я вряд ли в него влезу она стоит немножко дороже 180 но 180 это уже целое пальто потом есть вот такой же плащ как я примеряла вот этот вот бежевый только вернее плаща пиджак жакет только красиво очень цвет сезона бордо он тоже стоит 150 и размеры все тоже смол сейчас поищем если найду ларч есть видите в основном медиум медиум и смог есть два икса и это мне будет большой до 2 экстра ларчи а все остальные видео и смол остались маленький раз здесь еще кожаные жилеты тоже натуральной кожи по 129 вот видите вот такой но что с ним делать с жилетом что тысяч черный сейчас я померю бордовый обязательно ну там есть еще а вот есть такие вот есть large пальто видите черного цвета черный цвет не такой красивый но давайте его применю чтобы не знать размер это длинная пальто за 180 долларов и вот их есть видите парочку а это кожзам по-моему висит до 90 долларов вот они все здесь в куче висят и натуральные кожаные и кожзам и давайте ларш померю чтобы знать так смотрите вот ларш на мне сидит очень неплохо прямо мой размер не так рукава длинноватый но не страшно стоит он еще раз 180 долларов натуральная кожа очень хорошее качество такую плащик пальто но черный менее очень нравится цвет мне очень нравится вот этот вот цвет бордовый но они есть маленьких размеров и они только есть жакеты размер не нужен дарч вот сам раз очень хорошо на мне очень нравится какой просто кожаный такой плащик комиссарский вот я примерила вот этого цвета бордового очень симпатично посмотрите какой он классный лучше чем бежевый очень красивый цвет но он не маленький это медиум смотрите нашла платье сэн лоран самый настоящий сын лоран вот симпатичное платье цена не убийственная для сэн лоран 300 долларов это не так уж и дорого и но она размер экстрасмол или тридцать четвертый или тридцать четвертый видите она стала три тысячи двести восемьдесят три долларов видите цену теперь цена в этом магазине 300 долларов то есть 10 раз меньше интересная такая ткань классно приятно но размер экстрасмол к сожалению я в него не влезу никакими силами даже при очень большом желании платье того же бренда что я примеряла пиджаки за 130 долларов кожаная я наверно возьму потом примерочную мы с вами его померяем красивого цвета такого есть два фасона есть вот такой с рукавом есть вот без рукава не знаю посмотрю какой есть размер тут еще что то есть это платье дона карен вот здесь есть платье гони гони это очень хорошая компания тоже за 300 долларов оригинальная цена 436 вы представляете какая разница вот этот цен лоран который стал три тысячи стоит 300 и вот этот гони который стоил 436 сейчас тоже 300 долларов он такой мятый я не понимаю что то за размер судя по всему 32 это очень маленький если я найду побольше размер я тоже возможно возьму его примерить вот еще одну платьице бренд стоит 200 жаками стоим в тысячи двадцать восемь долларов теперь посмотрите на него она все уже в затяжках уже даже висит в магазине тоненькая тоненькая совершенно она абсолютно сделана как будто бы из из паутинки ну симпатичненькая конечно в тысячу блин девочки тысячу долларов и даже за 200 в этом магазине это же она как-то не знаю я не понимаю это простите не понимаю этих цен не понимает его безумно черное пальто от лагерфельда если вы послушаете стилистов то они вам скажут что это пальто который безнадежно вышла из моды вот этот вот воротник каскад кожаная рукава в шестяном пальто ну честно говоря мне кажется она симпатичный замочек вот здесь на рукаве замочек карман она без подкладки на кнопки так вот она выглядит довольно хорошо сидит но в нем нет подкладки это совсем тоненькая пальтишко такое знаете на раннюю на раннюю осень и это размер тоже смол стоит она 120 долларов будет совершенно идеальная классическая идеально классическое пальто цвета camel с такими вот вставочками кожаными на карманах нем 60 процентов шерсти написано что это итальянское пальто сисели как-то называется бренд ну то есть сицилия да стоит она вот видите здесь пришита этикетка названием все силы только она немножко уже оторвана очень сделано качественно хорошо красиво это даже экстра смол я тоже в него влезла она довольно большая широкая все процентов шерсти как я уже и сказала очень странит симпатичное пальто прямо идеальное пальто идеально сделано и сшито подкладка все я сейчас видите здесь вот эта вот штука красная это обычно пишут на каких-то дорогих очень брендовых вещах но цена его 200 долларов это не так уж и много несмотря на громкое название сделано она в китае но сделано очень хорошо я должна вам сказать что качество чувствуется посмотреть какая строчка ткань такая немножко с мухом таким опять же шерсти 60 процентов подкладка полиэстер написано что премиальная шерсть аутентичный аутентичные одежда в общем вот даже пуговица именная и в общем она действительно очень качественно хорошо сшито придраться не к чему 200 долларов а если вам нужно что-то бюджетник это вот рядом висит куртка тоже экстрасмол из манго здесь она стоит 50 долларов я думаю что в манго она стоила все 200 искусственный мех искусственный мех и я думаю что в нем все искусственные смысле наполнитель здесь какой-то типа пояс что это такое куда его втягивать а тут есть цена 79 евро но вы знаете что все что все 80 евро у нас бы это стоило в два раза дороже как минимум если не больше то есть 150 200 долларов она эта куртка стоила у нас вот эта вот штука это никакой не пояс это вот такие вот как будто бы лямочки как для рюкзака что ее можно в помещении снять и привесить за плечи вот как как рюкзак и она будет вас сзади болтаться если вам жарко я уже где-то говорила что у нас в помещениях очень жарко поэтому ходить в куртке зимой по каким-то там шопинг-центр и так далее очень очень затруднительно поэтому она во многих куртках дорогих и вот здесь манго сделаны вот эти вот лямки но это наверное вы знаете не только в манка в общем это экстрасмол я думаю что я в него не влезу мид не буду потому что экстрасмол конечно мне вот пальто итальянская влезла но вот еще одна эта куртка манго тоже экстрасмол вот ну посмотрим что еще здесь есть вот такое пальто кельвин кляйн тоже такой скажем не самая супер супер попер трендовая здесь вот сделаны вот эти вот металлические штуки для для пояса это хорошо кстати тоже посмотрите как аккуратно все сделано карманы здесь внизу как бы второй слой который вам делает горлышко и вот такой вот вот пальто стоит она 150 долларов размеров тоже нет я не видела их большего размера так какая-то под кожзам курточка такие вот куртки шуба шуба так не знаю что то я не могу найти ничего особо красиво какой-то плащ зара мятый за 30 долларов без подкладки размер смол мятый ужасный выглядит как тряпка даже не буду вам показывать чтобы не расстраиваться вот карловы куртки вот этих пальто карловых здесь просто просто валом на валом их очень очень много и вот есть куртки от карла белые вот такая вот дутая курточка дутая пальто помните вот так называла 130 долларов вот такой вот дутик так смотрите это натуральная дубленка курточка такая дубленка стоит она 400 долларов все натурально дубленками все вот знаете что интересно да у нас не продается мех натуральный вообще практически нигде невозможно купить не опушку на капюшоне не шубу ну как бы практически перестали производить а дубленки производит какая разница вот скажите мне в чем разница между убийством животного ради того чтобы шить дубленку или ради того чтобы сделать из него шубу может я чуть не понимаю в технологии конечно но вот такая вот история вот цена сейчас я вам покажу повешенную вешалку в общем обычная такая черная такая коротенькая дубленка ничего особенного но настоящая поэтому стоит посмотрите цена 399 здесь внутри на этикетке написано что это вот день он шерлинг это в принципе ну натуральный натуральная дубленка здесь тоже написано видите настоящий мех крашеная лэмп шерлинг сделано в польше мех из испании видите как интересно сколько вот тут много всяких инструкций но вот дженни он шипский это настоящая настоящая кожа овечки ну вот пожалуйста продается ничего страшного никто их не бегать за за ними вот такой бренд и что где-то здесь еще было никто не бегать за ними и не возмущаются почему они убивают овечек чтобы сделать из них дубленку вот эти вот с этим красный этикетка обычно у нас дорогие брендовые вещи которые невозможно там подменить сдать что-то вместо нее если вы ее сдаете у вас она вот эта вот штука должна быть на ней прицеплена вы когда приходите домой смотрите вот это вот сенсор которого снимают на кассе а вот это такая штуковина которую у вас остается вы ее отрываете дома с ней вы не можете носить вещь потому что она обычно прицеплена где-то снаружи что это видно то есть вы не можете ее вот это снять поносить потом вот эту штуку назад прицепите принести сдать то есть прицепить ее уже невозможно видите написано home removal то все нужно снимать дома если вы дома сняли то вы уже назад я не приделать и просто разрезают ножницами но вы не можете сдать вещь который была вот эта вот штука приделана если вы сняли есть определенные у них какие-то стандарты что они знают что в этой вещи была вот эта вот красненькая красненькая цеплялка значит если вы ее принесете сдавать без неё то вам скажут пардон товарищ вы ее уже носили надевали и мы у вас ее не возьмем вот так вот так вот искусственно дубленка за 150 вот этого же бренда busy busy биджи макс а зря это такой у нас есть бренд это размер large вот такая вот она симпатичная с белым мехом отделка из белого меха давайте примерим это лошина я думаю что мне бы там не очень немножко нам не вековато это ларч ну я тут уже смол и экстра смол я уже все примеряю и large у меня я вообще на все размеры могу великовато конечно нам не очень большая если бы я брала я брала поменьше наверное медиум или смол но симпатично выглядит такое тоже немножко комиссарское пальто ну вот это вот белая отделка на карманах стоит она 150 долларов за 150 долларов я могу купить коротенькое пальтишко из натуральной кожи или пиджак ну вот или такое как девочки мы в примерочный я принесла гане нашла платье но не знаю влезу ли потому что это 36 попробуем много всяких кожаных сарафанов и платьев немного раз два три четыре за что я люблю этот магазин за то что здесь большие широкие примерочные здесь не гремит музыка посмотреть какая большая примерочная хоть танцую здесь и это не инвалидная никакая обычная здесь не так много но мы здесь много людей но здесь очень много примерочных поэтому я могу могу идти в самый дальний даль дальний угол и никто не будет мне на духом орать хохотать хлопать дверями хотя тоже могут ну вот короче вот это мне очень нравится этот кожаный сарафан но он размера смол он был единственный я боюсь что я в него не влезу а кожа обладает таким свойством что во-первых она совершенно не растягивается в трехкожные изделия обычно шьют немножко поменьше чем чем обычный размер то есть как бы немножко экономит кожу поэтому вы знаете девочки влезла но с мылом при этом вот здесь это мне так свободного то вот здесь конечно очень-очень облегает и потом вот у меня вот здесь вот из-за того что видимо не моя не мой рост вот здесь вот как-то это все комячится и это все некрасиво вот если бы он был вот так то было бы лучше ну красивый сарафан такой с разрезом я понимаю что сарафан кожа наносится сверху на что-то на какой-то свитер были блузы понятно что это не сарафан леди ну очень облегает вот здесь вот и выдают все все так сказать изъяны и вообще честно говоря мне как-то не очень нравится как он сшит вот это вот здесь все топорщится может быть это потому что у меня маленький а может быть и не знаю плохо не очень хорошо шито но великолепный цвет натуральная кожа 130 баксов он стоит в общем такой вот это тоже кожаная платья размер medium сидит она конечно лучше чем чем смол хотя тоже немножко выделяется животным в принципе если одеться чуть-чуть утягивающее белье или какие-то другого другое вообще белье или колготы даже вот в принципе она уже когда будет вытягивать все утягивать очень симпатичный цвет симпатичный фасон смотрите такой рукав со сборкой здесь подплечка сделано здесь она так все хорошо облегает вот это лучше немножко чем вот это голубое хотя тот же бренд но она сшита лучше может потому что размер подходящий мне поэтому она нигде не комячится не не ерзает ничего в общем очень симпатичное платье тоже по моему 120 сейчас я посмотрю да тоже 130 долларов она стоит они все в одну цену симпатичные в это платье я не влезла у него нет никакой молнии вот здесь вот только есть пуговички на сверху причем это написано что это восьмой размер 8 размер это примерно medium large по нашему да ну вот внизу сверху кожа а внизу сделана вот такая вот трикотажная ткань с такими лампасами из кожи но если честно я никакого замка ничего я не влезла вот здесь вот не никак хотя написано что это medium large но вернее восьмерка восьмерка который большой размер какой-то ночью смотрите это тоже очень прикольно симпатичное платье она такого же цвета как как вот это но другого фасона здесь кожи потоньше здесь кожа более плотная за счет этого не какой-то не мятая ничего это размер смол здесь такие карманчики натуральная кожа в общем тоже 130 долларов вот этот смол побольше чем вот голубой сарафан и вот этот вот вот этот фасон medium я посмотрела он очень большой а вот этот medium нет как бы нормально вот этот фасон не нужен смол здесь кармашки симпатичное тоже платье кожа на конечно они носятся с зимой с непрозрачными колготами с каким-то тоненькой какой-то булочкой вниз чтобы сделать рукав ну вот такой вот очень симпатичное кожа на платье в стиле 70-х по моему так и платье гани которое я вам показывала висела там на вешалке я нашла его чуть больше размера 36 все все одежда гани очень странных фасонов вот здесь две такие завязки здесь как-то это все так сделано я не знаю ну как просто потому что дорогой хороший бренд интересная вещь мне интересно смотреть их состав но я знаю что их полном в основном шьют в китае и состав у них тоже такое несмотря на цены платье симпатичное я бы сказал даже красиво оригинальная необычная красивая ткань но немножко странно и здесь видите вот это вот тоже красная цеплялка про который я вам уже целую лекцию прочла в зале катамировала кожаную ну то есть дубленку куртку дубленок состав этого платья стопроцентная вискоза ничего такого особенного значит стоит она сильно 300 долларов при оригинальной цене 436 сделано она в китае несмотря на вот такую вот цену что тут еще есть вот всякие эти штуки очень много этикеток вот бренд гани но я хочу сказать что здесь конечно цены удивительные вот это платье стоит 300 долларов до китайской сделано в китае из вискозы и платье сэн лоран которое стоило три с половиной тысячи или четыре я уже не помню сколько я вам показываю в общем тоже стоит 300 долларов вот такой магазин дело в том что просто то платье экстрасмол размер может быть это более новая коллекция то там к тому платье может быть уже лет пять она где-то болтается поэтому так его оценили но тем не менее вот можно здесь купить сэн лоран за 300 долларов и и гани за 300 долларов что в общем-то не такая уж большая разница потому что если она стоила 436 то не такая уж большая не так уж сильно его и оценили ну все дорогие друзья такие у нас сегодня были примерки надеюсь что вам понравилось было интересно неоднозначные кожаные вещи они попадаются редко довольно не всегда можно их найти красивый цвет голубое платье тоже очень красивая странная платье гайи и два кожаных платья вот таких вот видите они немножко отличаются это тоненькая кожа это потолще немножко погрубее но стоит они одинаково они конечно же все на подкладке сделаны бренд вот такой вот я не помню показал он или нет вот в общем с рогами такой у нас все в этих магазинах все кожаные винарсах все кожаные изделия очень много кожаных изделий куртки и так далее я бы примеряла там зале продаются вот именно вот этого бренда все всех люблю целую с вами была дита всем привет из канады пока бай бай